Как я, блядь, этих поляков ненавижу, вы фасивите эту историю, называли школой шпионов. Лукашистам тоже могло бы не понравиться. Вооружённые силы Ливана тоже вышли на улицу, и все эти хапуны, от которых тоже я попал. Двое мужчин. Ну, они были вообще такие вежливые очень, и когда я им рассказывал, они как бы спрашивали подробно. Если вежливые, то это как обычно. Ну, я и понял это сразу, да. Честь, с вами Катерина, а этот выпуск подкаста посвящён одному польскому гражданину, который побывал в Беларуси в августе. Зовут его Кацпер Синицкий. Ну, а сейчас небольшое вступление. Прямо сейчас белорусское государство начало попросту репрессии по признаку принадлежности к нацменьшинству. Речь идёт о поляках. Сначала было задержание Анжелики Борис, потом других представителей Союза поляков Беларуси. Потом началось давление на школу изучения польского языка, и я начала задаваться вопросом, докуда всё дойдёт. Я, например, владею польским языком, очевидно. Станут ли преследовать по этому признаку? Когда я задалась этим вопросом, то на следующий день прочла, что прокуратура Беларуси требует предоставить данные о тех, кто изучает польский язык. У нас вообще в Беларуси популярны мемы о дне. Где же дно, а его всё нет. Я думала, что дно пробито, а оказалось, что не пробито. Когда мы думали, что дно пробито, снизу ещё постучали. А что, в истории уже подобное было, когда преследовали нацменьшинство. Это не самые лучшие периоды истории. Вообще-то худшие. А в Беларуси это происходит прямо сейчас. Но преследование у польского национального меньшинства в Беларуси, конечно, что-то присшествовало. Краски сгущались постепенно. Власти Беларуси ещё в августе. И перед ним определённым образом отзывались о соседней с нами стране. Кукловодом. В контексте всего этого мне подумалось, что будет... Так, а ну-ка не мяукай. В контексте всего этого мне подумалось, что будет интересно послушать историю одного поляка, Кацпира Синицкого. Возможно, его имя вам знакомо. В августе и позже многие СМИ писали о истории двух польских журналистов. Кацпира Синицкого и Витальда Добровольского, которых задержали 10 августа в Минске, а потом поместили в ВВС Жодина. В этой истории осталось что-то нерассказанным. И сегодня мы об этом расскажем. О том, что Кацпера в Жодина допрашивали КГБшники, думая, что он шпион. А ещё, что один уже настоящий польский шпион написал об этом статью. В августе в СМИ Кацпера и Витальда называли журналистами, но до этого в Беларуси не делали вид, что являются туристами и студентами. Думаю, для нас с вами понятно, почему так, а вот представьте, какие вопросики тут возникнут у силовиков. Потом ещё оказалось, что Кацпер был в других странах. Ему интересна тема протестов. И сегодня, кстати, Кацпер сравнит ливанские водомёты белорусский. Какой лучше? Но в целом этот выпуск подкаста не только о КГБшниках, но, наверное, больше в целом об опыте польского гражданина, побывавшего в Беларуси. А Беларуси глазами поляка. В общем, устраивайтесь поудобнее. Мне кажется, сегодняшний герой нашего подкаста расскажет много чего интересного. К тому же Кацпер отлично знает русский язык. Я знаю русский язык, потому что вот, когда я был подростком, я подумал, что хочу выучить новый иностранный язык. Вот так это началось, это будет счастье, так скажем. Я учу его самостоятельно. У меня были и друзья русскоговорящие, вот, и благодаря им я довольно быстро освоил этот новый для себя язык. Позже я поступил в Варшавский университет, в Институт Восточной Европы, и там обучался на специалистов по регионам. Про Институт Кацпера мы еще упомянем в контексте темы шпионажа. А разговор с ним мы разделим на несколько частей. Там будет про Ливан, Минское задержание, про КГБшников и шпионов, и немного про уголовное дело. Вообще с Кацпером мы разговариваем, конечно же, не на территории Беларуси, туда ему приезжать опасно. Но он говорил, что обязательно к нам приедет, когда все изменится. И Кацпер был во многих странах, ведь у него есть интерес к волнениям в обществе и к их самой активной фазе, то есть к протестам и вооруженным конфликтам. А в Институте Кацпер занимался темой непризнанных государств. Мне это интересно всегда смотреть, как люди выражают свои эмоции, рассказывают свое мнение на улицах, показывая власти, которой они недоволны, то, что они думают. Либо в случае вооруженного конфликта, там немножко по-другому, конечно. У меня отношения между государствами, которые прибирают форму конфликта, это тоже чаще всего следствия того, что раньше были какие-то протесты, какие-то увольнения. Вооруженный конфликт Кацпер наблюдал на Донбассе, он там был. Ну а в Ливане Кацпер был, потому что там проходят антиправительственные протесты. Он посетил Бейрут в феврале 2020 года. И я попросила Кацпера сравнить протесты в Минске и Бейруте, потому что причины их и там, и там в выборах. Но для начала нужно ввести вас в культурный и политический контекст Ливана. Неправильно отличная ситуация связана с государственной системой, которая опирается на религиозной системе, то есть на секторианской системе, где все вероисповедания, у них уже заранее определенное количество мест в парламенте. И это, можно сказать, что там создалась некая олигархия, то есть и христиане, и христиане тоже делятся на разных. Есть и армяне, есть и христиане-марониты, есть и мусульмане-суниты, мусульмане-шииты, еще много других фракций. Еще есть вопрос палестинских беженцев, которые уехали за последние несколько десятков лет, то есть с начала войны в Палестине с Израилем. И еще вопрос сирийских беженцев, которые больше, чем миллион в Ливане, который сам является маленькой страной. Поэтому там довольно тоже сложная такая ситуация. И эти протесты, они соединяют на самом деле все слои общества, но больше всего молодежь и людей, которые нерелигиозные, которые хотели бы поменять эту систему с пристрелой. Итак, система в Ливане такова. У представителей одной конфессии всегда гарантированно будет определенное количество мест в парламенте. И всегда премьер-министр будет мусульманином-сунитом, президент будет христианином, а председатель парламента будет шиитом. И поэтому молодежь хочет поменять такую бессмысленную, как они считают, систему. Институт выборов в Ливане есть, но... Вроде бы выборы есть, но его нет. Пока не поменяется эта система, то всегда будет такой тупик. Эта фраза применима как будто и к Беларуси, но все-таки со своей местной спецификой. У нас же тоже как бы выборы есть, но их нет. Потому что у нас голоса никто не считает. Именно поэтому правозащитники весны занимаются мониторингом выборов. Не потому что они хотят, чтобы какой-то кандидат победил, а какой-то проиграл, а потому что у каждого человека есть право выбора. Но у беларуса это право нарушается. Ну а точнее вообще забирается. А в Ливане по этой причине было много протестов. Например, в один день протестующие блокировали парламент, чтобы депутаты там не смогли собраться и в очередной раз проголосовать за нового премьер-министра, который будет из той же конфессии. Я прошу Кацпера, исходя из полученного белорусского опыта наблюдения за протестами, сравнить, в чем разница между протестами в Ливане и в Беларуси. Ведь и там, и там протесты возникли из-за выборов. Главным отличием для меня было то, что тогда вооруженные силы Ливана, тоже вышли на улицы, они как бы охраняли, но они были для того, чтобы немножко разгрузить эту напряженность. Да, да, напряженность. У них очень большое уважение в обществе из-за войн с Израилем. Как бы армия очень высокотенится в ливанском обществе. И они были, они охраняли эту ситуацию, но силы там, полицейские силы, и там были тоже разгоны демонстрантов. Были ее слезоточивый газ тоже, были светошумовые гранаты. А, и кто использовал, полиция или армия? Да, полиция. Полиция, армия как бы, армия была там для того, чтобы просто политики, они вывели тоже армию на улице, чтобы протестующие, они не были, немножко были запуганы, но и в то время, как бы, чтобы они не перегнули палку, так скажем, чтобы, так как никто не хотел бы, чтобы те, которые принимали участие в митингах, они не хотели бы тоже сражений с военными. Ха! В Ливане тоже использовали светошумовые гранаты, скажет нам какой-нибудь белорусский пропагандист. И типа, что такого? Но вообще-то различия кардинальные. Вот какие гранаты были в Ливане. И, кстати, Кацпер во многом это осознал и смог сравнить после того, как побывал в Минске? Ну, это не были такие гранаты, которые могли причинить какой-то серьезный вред. Они скорее были для того, чтобы просто запугать, вот, в том плане, ну, чтобы просто громкий звук. Я тоже был там рядом с мной, они взрывались, но из-за этой гранаты там не было такого, чтобы там были какие-то осколки, и чтобы эти люди были, у них были серьезные ранения, что я сейчас знаю по белорусскому примеру. Выкатывали в Бейруте и водометы, но как они работали? Стоял водомет, а люди в него кидали камнем, и это продолжалось часами. Мне казалось, что это все бессмысленно, и почему бы органы правоохранительные, они не собираются все-таки пойти до конца и остановить это. Как бы это просто продолжалось до тех пор, пока мне показалось, пока все уже устали от этого, и начали там другие действия принимать, и принимать участие в других. Не знаю, как это даже сказать. Уже не бросали камнем, а там, например, с другой стороны пытались окружить силы в другом месте, которые даже, не знаю, подъезжали на мотоцикле, кидали в полицейский. Ну, то есть это как бы местная специфика, все-таки там присутствовала. Это немножко отличалось от белорусских протестов. Сейчас, когда известно о деле жлобенчанина Александра Киселева, которому дали три года колонии за камушек в сторону милицейского авто, гродница Сергея Римши, которому дали три с половиной года колонии за камень, где свидетели сначала были не уверены, что именно он бросал этот камень. И как же все-таки в этом плане белорусские реалии отличаются от ливанских? Ну, а сейчас перемещаемся в Беларусь. 9 августа, Минск. Было такое чувство, что есть сплошных людей, которые вышли просто высказать свое недовольствие, и все ждали, что будет дальше, какие будут действия силовиков. И вот, когда начались применять слезоточивый газ в резиновые поли и светошумовые гранаты, люди уже не были одним большим собранием, а начали как бы ливиться меньшие группы в попытку просто убежать от ранений, и убежать потом тоже от задержанных, которые спустя время уже активно применялись в тех местах, где люди были в маленьких группах. Самого Каспера вместе с Витальдом задержали на следующий день, 10 августа. Причем Каспер владеет, скажем так, местной терминологией. И все эти хапуны, от которых тоже и я попал, случайных людей. Каспер не ожидал, что случайных людей в Минске начнут задерживать. Он ведь был девятого на стеле и тогда смог избежать задержания. Он в других странах был на протестах и вроде бы опытен. Но белорусские силовики тут всех переплюнули. Наверное, эффект неожиданности всегда достигается, когда внезапно и очень грубо нарушаются твои права. Ты этого никогда не ожидаешь. И в этом силовике Беларуси, конечно, профи. 10 августа Каспер с Витальдом вышли из кафе на Немиге и двигались в сторону Раковского предместья. Они не были в толпе, а просто шли. На перекрестке женщина сказала, ребята, осторожно, там ОМОН. Они послушали ее и свернули, а ОМОНовцев там оказалось еще больше. В тот момент мы даже не думали, что пытаться убежать и так далее. Мы вообще просто шли по улице, не чувствовали себя никак не виновными чем-нибудь. Вообще не знали, какие могут быть претензии к нам. Мы даже не особо высались в глаза. Хотя у нас были у обоих рюкзаки, может, это оказалось для них подозреваемым. У нас там были камеры, фотки. В тот момент нам подошли эти ОМОНовцы и посмотрели, что у нас в рюкзаках, проверили документы. И после того, даже когда оказалось, что мы иностранные граждане, они пошли с нами в бусик. И там хотели, чтобы я разблокировал телефон. Я этого не сделал. Я спрашивал, почему они так, почему они вообще нас забрали в этот бусик. В чем проблема? Там никаких ответов я не услышал на эти вопросы. И вот мы просто подъехали к автозаку. С нами было тоже несколько человек еще в бусике. И меня свели на улицу. Потом меня запихнули в автозак. И там начали меня избивать. Моего друга избивали. Еще избили в бусике. Насколько я знаю, он потерял сознание. В тот момент мне рассказывал. Ну а дальше была фрунзенская РУВД. Одно из самых жестоких, по моим наблюдениям. Нам очень много людей рассказывало о том, что там было. Этот опыт, пусть не прозвучит цинично с моей стороны, но он, наверное, помог Кацперу пополнить свой словарный запас. Мы там лежали мордой в пол, как они говорят. После этих событий, будучи наслышанной о том, что все искали двух польских журналистов, я разговаривала в рамках документирования истории людей, пострадавших от действий силовиков, с Владимиром Погарцевым. И тут он внезапно в своем рассказе вспомнил про двух журналистов. И мне этот момент очень запомнился, особенно в контексте того, что с Каспером через пару месяцев я познакомилась лично. Поэтому я решила вставить кусочек его рассказа. Ну, получается, там лежали лицом в пол, тоже все в наручниках, весь спортзал, ну, все закованные. Искали корреспондентов, там был точно польский какой-то. Как соль? Я не помню, там что-то, какая-то фамилия на... А если я на самом деле вспомнил, Каспер Синицкий и Витальд Добровольский. Добровольский. Он был в Украинском районе? Да. Помним, что Витальд Добровольский был вместе с Каспером. И почему кричали фамилии двух поляков? Кто их искал и для чего? Ну, наверное, несколько раз назвали просто куда-то там. Сначала, ну, раз был один поляк, там и другого тогда искали. Либо нас обоих в коридор выводили, или там вот избивали в коридоре, или там допрашивали, так скажем. И еще я спросила у Каспера, было ли какое-то специальное отношение к ним по причине того, что они поляки. Каспер просто процесировал ОМОНовцев. То есть мы слушали, вот, как я, блядь, этих поляков ненавижу, вы фальсифицируете историю, и там другие, вот в Европе вы такие, такие. Ну, там просто, ну, это как бы на основании нашего происхождения, да. Но на самом отношении, как бы, мы точно в тех же позициях должны были несколько часов держаться, как и другие. Нас так же избивали дубинкой, нас так же вводили в коридор, нас так же снимали на камеру. Оставили подписывать фальшивые протоколы. Поэтому, мне кажется, у нас всех похожая ситуация была, которые находились в то время в Рубаду. Сделаем небольшую паузу. Наверняка вы, слушатели этого подкаста, не смотрите гостелевидение, но представляете, какая там повестка. Огалтелое поведение Польши. Мы видим кукловодов. Как это работает? На верхах создается образ поляков, в гос.СМИ это тиражирует, а на низах это предопределяет поведение силовиков. По сути, это разжигание ненависти. А еще, кстати, мне было довольно интересно открыть для себя, какие советы даются на гостелевидение. Польские мужчины непостоянные. Сегодня говорят одно, завтра другое, а делают вообще третье. Говоросской женщине нужно быть осторожной с поляком. Это пронаскошно. Вовы даем. Это вот не хотелось бы. Ну, последняя вставка, конечно, из Урганта была. Вот еще одно воспоминание Гаспера из РУВД, которое меня заинтересовало. В контексте КГБ. Вот пришел какой-то важный человек такой, заметно был. Его гражданская надежда, обычная. Да, да. И вот он там ругал всех, которые... Вот мы были... Вот эта трекер-пиросменка, они были самые жестокие. И эта позиция тоже была такая, ну, самая неудобная, и тяжело было в ней держаться там какое-то время. А вот если кто-то не смог это сделать, он получал. Вот поэтому эта третья пересменка, она была такая, ну, это было когда тоже биться в пол и на коленах. И если кто-то там не смог, то он получал. Вот и тогда вот, когда мы были в этой позиции, вот пришел в такой гражданской форме, такой, ну, лет 50-60 примерно, и он ругал всех, вот вы разрушаете город, вот эту форму тварь и так далее. И там, что... Сначала заставлял извиняться, да, а потом спрашивал, кто легитимный президент Белоруссии, а потом... И кто самый лучший президент мира? И заставлял всех кричать, вот Александр Георгиевич, да, да, и так далее. Ну, вот я тогда чувствую себя смеялся в голос, это настолько абсурдно мне казалось все. Да, вот. Ну, вот пришел такой человек, а потом даже искал его, может, это был какой-то там, не знаю, начальник РУВД и так далее, но это, кажется, из... Немножко, может, там, из шовыш каких-то... Возможно. Возможно. Тут мы не уверены, был ли это действительно КГБшник. В этом почти никогда нельзя быть на 100% уверенными. КГБшники, они такие, типа, скрытные. Кстати, шестой выпуск нашего подкаста был посвящен тому, как КГБ за нами следит. А герой 11-го выпуска подкаста рассказывает в том числе о том, как к нему в военный госпиталь приходили КГБшники и угрожали ему. А Каспера с Витальдом после Фрунденского РУВД отправили в ИВС города Жодино. Они сидели в разных камерах, но их обоих вызывали на допрос. КГБшники. Ну, правда, они тоже не представлялись, но это вот прям... Я уже уверена, что это были КГБшники. И как же это было? Двое мужчин. 50-60 лет? Нет, мы уже там 40 лет. Ну, 45-45 примерно. Тоже в обычной одежде, не в форме? Да, да, не в форме никакой. И они не представлялись? Нет. Ну, они были вообще такие вежливые очень. И такие прям, когда я им рассказывал, они как бы спрашивали подробно. Если вежливые, то это КГБшники. Ну, я и понял это сразу, да. Как бы... Ну, я даже спрашивал, кто вы и почему со мной... Ну, что вы хотите узнать от меня, почему и так далее. Ну, они, кажется, просто там сотрудниками милиции представлялись. Или кем-то. Я уже тоже не помню всех подробностей. Так все, все, как они говорили, каждое слово. поэтому уже не могу сказать, что они мне ответили. Ну, как бы... Нет, там был один, который разговаривал, а второй, может, там за полчаса, там, или там час, раз или два раза что-то сказал. А так он что-то, в букноте просто писал. То есть они с тобой где-то час говорили? Ну, полчаса, час, мне так кажется. Что-то такое. И можешь ли ты там восстановить, вспомнить, о чем они спрашивали? Спрашивали обо мне все, да, как бы, кто я, чем я занимаюсь, где я учился, на кого, и, не знаю, там, адрес домашний даже. А ты что им отвечал? Ну, насчет того, чем я занимаюсь, ну, я говорю, что там работаю в семейном бизнесе. Ну, им тоже тогда было интересно, что за бизнес ты дали, где находишься. Ну, они, как бы, подробно спрашивали, но я там старался тоже не всю информацию сказать. Давать поменьше информации к ГБшникам это очень хороший совет. Хоть положение может быть, конечно, тяжелым и непонятным, и стрессовым, а оно действительно таковым было у Кацпера. Ну, что ты там говорил, я так понимаю, что я в таком положении, что не знал даже, как мне действовать правильно с ними. Нет, ну, я сказал, честно, где я учился, хотя мой институт довольно известный в России, так скажем, и как бы российские СМИ неоднократно называли институт Восточной Европы в Варшавском университете это школа шпионов, и что у нас обучаются выходцы из СНГ, и что они позже возвращаются от цветной революции устраиваясь, типа того. Ну, даже вот есть статья, как и РосСМИ, когда нас задерживали, что вот это не просто там, просто в Польше, а в тот момент, когда мы были задержаны, была версия, что мы просто студенты и так далее, чтобы там личного внимания не привлекать к нам, так мы оба уже закончили институт, то есть, ну, Витал, он уже там, можно сказать, тоже фрилансер, но он посерьезнее занимался этим, он даже написал книгу про войну в Донбассе, он там месяц проводил на позициях, он тоже там знаком там с разными добровольческими, так скажем, полками, батальонами, то есть, такое, ну, это могло бы тоже не понравиться. В России это то, что мне нравится, но Лукашев там тоже могло бы не понравиться, поэтому так этому мне хотелось просто отлечь внимание от нашего деятельности другой, скорее, что мы просто студенты, а вот вышла статья, еще когда он вали в Жодино, кажется, что это не просто там полский студент. Что за статья? На портале Евразия Дейли, ее еще репостнул портал Русский Мир, название говорят сами за себя, правда? 12 августа вышла статья под названием, вот реально под таким названием «Задержанные в Польше студенты это носители идей расчленения России». Там есть ссылка на польского политолога Матеуша Пискорского, который уточнил, какие именно молодые его соотечественники оказались в соседнем государстве во время незаконных протестных действий после президентских выборов. Кстати, в статье наша страна называется Белоруссией. Итак, цитируем Пискорского. Почему польские студенты среди протестующих в Минске? Кому могут предъявить претензии их родителей? Оказывается, что молодые поляки учились в институте Восточной Европы, странном подразделении под руководством Яна Малицкого. Эта структура последовательно проповедует неопрометеизм, призывая вмешаться во внутренние дела постсоветских стран. Научных достижений нет, но они постоянно финансируют различные антиправительственные инициативы на Востоке, написал Пискорский. Что за Пискорский? Ну, он такой референдум в Крыму легитимизировал, он сам отсидел за шпионаж в Польше в России три года в Польше. Да? У вас за такое тоже сажают? Ну, да. К счастью, да. Ну, это серьезный угол для безопасности страны. Очень интересно, что отсидевший за шпионаж в своей же стране поляк подозревает в шпионаже задержанных в Беларуси соотечественников, которых еще и КГБшники допросили в Жотино, и все это сопровождается пропагандой про польских кукловодов на белорусских госсми, и все это иллюстрирует, какая все-таки сюрреальность происходит вокруг нас. Ну, а что за Малицкий, о котором упоминается в статье директор Института Восточной Европы? Малицкий, у него, кажется, там стоит запрет на Россию, и Беларусь тоже, мы принимали всех преподов, которые выгоняли Лукашиста из Гродно. Ну, а сейчас вернемся к разговору Кацпера с КГБшниками в Жотино. Ну, они, получается, поняли, что ты закончил этот знаменитый вуз, который поставляет людей, которые делают цветные революции. Ну, я не знаю, ну, как бы, они просто приняли эту информацию, а в тот момент, ну, как бы, я сам им не рассказывал, да, что у нас, потому что у этого института такая репутация, так скажем, поэтому, не знаю, они просто спрашивали подробно, почему я прилетел, что я делал, какие у меня там были планы, намерения, и почасово, как бы, от момента прилета из аэропорта в Минск до момента задержания я им рассказал, что делал в Минске. Все по честному? То есть, то, что 9-го был на протесте, наблюдал? Нет, ну, я не говорю, что я там целономерно приезжал, на протесте, что снимал и так далее, но говорю, что просто было очень много людей, я тоже был на улице и смотрел, что происходит, что типа того, но там не говорю, что я там был, где там прям где баррикады были какие-то, где серьезные столкновения, просто думал, что нет смысла в этом. И как они с тобой расстались? Все, спасибо, до свидания или предлагали... Ну, я им еще рассказывал, что было в ВВД и так далее, и они такие, вот, что, это невозможно, мне, как это, нет, мы надеемся, что у вас не будет там плохих каких-то впечатлений по Беларуси и так далее, ну, типа, они такие были, ну, что я доволен. Нет, разговоры, ну, даже, несмотря на то, что они, как бы, хотели узнать, как бы, от меня информации разные, они, как бы, очень-то такие вежливые были и приятные, ну, в том плане. Да. Ну, я старался как может меньше информации, которая могла бы, как бы, сыграть какую-то негативную роль, вот я просто я им рассказывал вот там, что ходил по музеям, что было там на Костричинской вот таком вот заведении туда-туда и вот это все честно я им сказал про протесты и так далее я просто ну, там не говорил лишнего просто. Через пару дней всех выпустили и у стен ИВС Кацпира Витальда встречал польский консул. На следующий день они вылетели домой в Польшу но в аэропорту с ними был еще кое-какой случай пограничники обратили внимание на Витальда у которого на глазу был большой синяк. Что-то там вначале интересоваться а вот тогда я сразу быстро вступился вернулся и еще звонил консулу сразу чтобы возвращаться что тут нужно будет возможно какая-то интервенция что нужно будет поставить на место этого там пограничники а вот еще люди которые были тоже белорусы что сейчас не можно с синяком из страны выезжать и там еще говорили скоро вам придет конец вам всем и так далее там несколько людей подошло и как бы мы сами разрули эту ситуацию без консула уже обычно белорусы которые тоже летели они и подошлись дело двух поляков избитых в беларуси вызвало большой резонанс в польше там завели уголовное дело по факту избиения своих граждан и начались следственные действия больно осознавать что в беларуси пока ни одного уголовного дела насиловиков не было завезено в этом видимо отличие демократической страны от недемократической ну так вот в польше в рамках следствия по этому делу допрашивали и в том числе бывших белорусских силовиков но в СМИ как-то писали что Польша высказывает обеспокоенность возможно это не совсем бывшие силовики они на самом деле хотят просто разузнать подробнее про следствия по этому делу ну то есть они шпионы в контексте всех этих КГБшных историй почему бы и нет но Каспера этот факт вовсе не беспокоит я не исключаю возможности того что режим пытается засрать в Польшу разных там своих шпионов так скажем но мне кажется что ну что эта власть настолько прогнила и настолько тупая что они не способны причинить какой-то серьезный вред ни то Польши ни фондам белорусским которые работают в Польше и другим белорусским организациям которые сейчас на внужденной эмиграции они слишком для этого непрофессионал помним что КГБшники говорили в жоде на Касперу надеемся у вас не останется плохих впечатлений о Белоруссии с одной стороны Каспер столкнулся с ужасным опытом его избили я и так знаю что мне еще относительно по счастью то что я никаких серьезных физических трав не получил были там разные синяки гематомы ребра болели полтора месяца еще за частям запястьем запястьем наверное от мотива стяжек наручных да это были следы но тоже как-то там у меня до сих пор там немножко как бы не все идеально так кажется ну у меня были обследования после того как я вернулся и ну могло быть хуже да в том плане впечатление ну ну я не ожидал такого и все с кем я не общался ну такой жестокости такого беспределия который отворился отворился никто не ожидал в таких масштабах ну был опыт там десятого года да но это это да переплюнуло намного то что было раньше вот поэтому я не ожидал тоже конечно такого ну я можно сказать много знаю про Беларусь наверное больше чем среднеэстетический поляк и я обучался да на специалиста по региону поэтому я понимал специфику Беларуси но все-таки тоже не знал всех там тонкостей и тоже поведение этих всех карников и так далее чем они могут отличиться вот я это узнал сейчас на собственной коже с другой стороны Каспар с теплотой вспоминает о своей камере в Жодино и о тех людях с кем он там сидел была хорошая атмосфера у нас всех камер солидарность мы все познакомились друг с другом общались активно искали какие-то варианты для развлечения времени и в нашей плохой ситуации в которой мы находились ну и у нас это получалось и мы просто ну тогда вот когда вернуться в это время это было реально очень интересно для меня познакомиться с настолько многими разными интересными людьми классными и у нас до сих пор контакт всех держится у нас там общий чат телеграммы у нас даже хэштег нашей камеры да Жодино 26 ожидайте вот так называется мы 26 камерой были и так как нам постоянно говорили и ожидайте на все вопросы нравилось нет ну есть вопрос какие у меня впечатления о стране просто такое как бы это я вообще разделяю как бы людей которые ну и то что у меня только положительные эмоции к Беларуси белорусам и у меня хорошие друзья в Беларусе много много очень знакомых сейчас сейчас уже их сотни после моей работы в Беларусском доме поэтому как бы я вообще разделяю Беларусь как Беларусь и режима Лукашенко и его действия и его всех цепных псов после того как Каспер вернулся в Варшаву он выступил на одной из акций поддержки белорусов а в Польше акции конечно же не запрещены там его заметили и пригласили работать в белорусский дом в Варшаве который помогает репрессированным белорусам так что Каспер сейчас помогает белорусам тем кто потерпел от режима от того режима от которого Каспер тоже пострадал хотел бы поблагодарить и Весно и всех других людей причастных к работе с людьми которые пострадали от режима так как я знаю что ваша работа тоже помогла установить и все там где мы находимся и так далее и что это помогло очень многим людям и я благодарен за это вам и всем кто занимается тем важным делом во время революции этот выпуск подкаста подходит к завершению и я очень надеюсь что скоро мы будем жить в стране которая не будет репрессировать ни своих граждан ни чужих граждан не будет преследовать свои национальные меньшинства и говорить по гостелевидению что белорусскому стоит быть осторожнее с поляками не будет видеть врагов среди соседей и прекратит эти кгбшные пляски с подозрением в шпионаже польских граждан надеюсь скоро всему этому будет конец а выпуск я решила завершить песней польской группы контрола ву контрола владзы то есть контроль власти песня под названием бандиконец будет конец мне это показалось довольно символичным ну а еще это моя любимая песня всем пока будьте против репрессии птаги Престанą śpiewać Квели крыше Семь запалом То będzie конец То będzie конец То będzie конец То będzie конец Семь запалом Семь запалом